Подавляющее количество проблем Украины – это не более чем детские болезни, которые для нас пропагандой пытаются представить как непреодолимые препятствия существования государства. При этом трансляторы сплошного негатива и панических настроений сознательно размывают главное достижение последних лет – демонтаж тотальной зависимости украинских элит от Кремля, и, как следствие, начало работы не менее части из них на национальный интерес. Не могло быть сильной украинской армии и здоровых силовых структур при условии согласования наших генералов в Москве, как, например, министров Ежеля и Могилева. Не могло существовать энергетической безопасности на Газпромовской игле с поездками премьера Тимошенко за Кабальным договором и ценой газа в 450 долларов США. Не было шансов на модернизацию экономики при искусственной ориентации только на российские рынки под бдительным оком незабвенного Пахло Азарова. Не могло формироваться гражданское общество при ползучей московской аннексии информационного и образовательного пространства под наблюдением министра Табачника. Разве наши сегодняшние вызовы страшнее того тотального мрака? Разве Майдан не сумел нанести смертельный удар старой системе? Разве Украина не демонстрирует зримый прогресс в интеграции с миром? Даже в условиях войны с РФ, которая развязала ее с целью замедлить эти изменения. Правда, в ответ получила украинское сопротивление, санкции и существенные экономические проблемы с увеличением пенсионного возраста и запретом демонстрации на уличных табло курса своего несчастного рубля. Поэтому сфокусировалась на других методах воздействия на непокорный Киев. Чекисты понимают, что можно преодолеть бедность, минимизировать коррупцию, модернизировать экономику, провести реформы. Все это требует относительно небольшого времени, но сломанную волю быстро восстановить невозможно. Это дело целых поколений. Отсюда такая истерическая глобальная атака на наше сознание. Им любой ценой надо убрать от власти проукраинских политиков и управленцев, заменив их фриками. В течение следующих трех месяцев нас оглушат такими сенсациями, что глаза против воли полезут на затылок, челюсть зароется в землю, а сердце выпрыгнет из груди так, что крылатые ракеты удивленно оглянутся. Начинается финальный этап битвы за главный приз под названием «Власть». Бороться за власть кандидаты будут насмерть. Почему? Потому что Фирташ в Украину приехать не может. Заблокирован в Австрии. Потому что Коломойский уехал на Запад. Потерял Укрнефть и Приватбанк. И еще его заставляют платить долги, чего раньше он не делал демонстративно. Потому что у Ахметова отобрали Укртелеком и арестовали имущество в Британии. Потому что Ефремов за решеткой уже третий год. Потому что Новинский, Добкин и Вилкул под следствием. Потому что Януковича судят. Поймите, они искренне хотят, чтобы все это прекратилось. А еще потому, что для Тимошенко эти выборы, вероятно, последний шанс. После чего она просто не сможет больше конкурировать с популистами молодой волны. Потому что Анатолий Гриценко убежден, что найдется критическая масса украинцев, способных проголосовать за просто хорошего парня. И так далее, и тому подобное. Хуже всего, что в этой игре они нашли себе союзников не только среди традиционных пророссийских политиков, но и среди новых лиц, неразборчивых журналистов и грантоедов, змимикрувавших антикоррупционеров, некоторых беспринципных патриотов и других. Маркер такого симбиоза очень простой. Унижение всего украинского и совпадение антигосударственных заявлений типа «Украинские военные» будут врываться в ваши дома. В СУ на Донбассе незаконно. И вечного большевистского лозунга об обнищании, без какого-либо намека на конкретные шаги по его преодолению. Экзамен на понимание этого в 2019 году перед украинским народом в очередной раз поставит бесстрастная история. И мы увидим, какого уровня достигло гражданское общество. А тем временем в Украину продолжает поступать макроэкономическая помощь. Украинская экономика растет благодаря дальнейшей интеграции с ЕС. Резервы достигли довоенного уровня. Более двух миллионов человек воспользовались безвизом. США обещают новые военные поставки и новые санкции для РФ. На днях получили Томас. Нет никакого украинского поражения. Его придумали в российском генштабе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин